Добрый день! С вами Лаврентия и Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии. Хочу сделать очень важное предупреждение. Обратите внимание на 9 января плюс-минус 3 дня. Внимание всем, но особенно тем, кто родился 9 января, апреля, июля, октября, плюс-минус 3 дня. Особое внимание всем тем, у кого в 20-м градусе козерога, овна, рака и лесов, плюс-минус 3 градуса, планеты и чувствительные точки гороскопа. Это очень сложные дни, когда нужен особый контроль ситуации и эмоций. Что у нас на карте такое? Соединение Плутон, Солнце и Венера. И секстиль от этого соединения к скорпионовским, религиозному и политическому Юпитеру и агрессивному Марсу. То есть мы помним, что там у нас соединение в Скорпионе. Это аспект трансформации групп, прежде всего. Это вообще время, когда находиться в большом скоплении людей, в тёмных переулках, в агрессивных коллективах не стоит. Сила, желание, эго, они будут очень сильно активизированы. Безудержность. Особенно учитывая, что вот этот наш стелиум находится в соединении со звездой Шелиак. Это десятая бета Лиры. Это звезда одержимых Дон Кихотов, вечно спорящих безумцев, фантазёров, мечтателей, тех, кто живёт в каком-то своём надуманном мире. Это звезда маньяков. Эта звезда связана с туманом, иллюзиями, обольщениями и внутренней фиксацией. Итак, у нас активизируются темы по-любому совместного капитала, то есть алименты, налоги, это всё туда. Лучше не обращаться в эти дни в официальные органы. Кстати, станут довольно-таки актуальны религиозные, наболевшие вопросы. Ожидаем бескомпромиссность и диктатуру. Вернее, не ожидаем, а мы должны быть к этому готовы. И прежде всего, конечно, контролировать себя нужно, а не жаловаться, что кто-то плохой, не критиковать. Под угрозой деловые, партнёрские и служебные, вообще любые отношения сюда же относятся, и брак, конечно же. Вероятны очень вспышки ревности, страсти, агрессии, собственнических и других низменных инстинктов. Это дни мега-концентрации энергии. Куда, в какую сферу вашей натальной карты попадает вот это соединение Солнца, Венера, Плутон, какими сферами вашего натала управляют вот эти планеты, какие аспекты образует стеллиум транзитный с вашими планетами. Изучайте свою карту, изучайте свои реакции. Возможно, кризисные ситуации, к которым действительно нужно к ним быть готовыми. Возможно, обратиться нужно за пониманием, за пояснением к астрологу. Вообще, конечно, на самом деле энергия, которая будет активизироваться Марсом и Юпитером, энергия ресурсов Плутона, Венеры, Солнца. Её нужно использовать грамотно и творчески, и в созидательном, конечно же, русле. Вы даже просто не представляете, как великолепно может проявиться вот этот аспект на высоком уровне. Обязательно заняться самодисциплиной, физкультурой, пойти в парк на море, порисовать, потанцевать, подышать пронояму, помедитировать, помолиться. Помните, что на чём вы концентрируетесь, тем вы и становитесь. Помните об этом особенно сейчас. Помните о том, что внешнее есть проявление внутреннего. На самом деле очень опасные дни. И вот давайте посмотрите ещё. 9 января Луна в оппозиции к Урану. То есть это внезапные, неожиданные какие-то перемены в настроениях, в эмоциях, в поведении. Это упрямство, это нервная напряжённость, это раздражительность по поводу и без. Это неустойчивость, это колебания, это потребность в том, чтобы найти приключения себе. 11 января, ситуация не лучше, Луна в соединении с Марсом и Юпитером, в Скорпионе. То есть это очень сильные эмоции, это взрывы, гнева, бешенства и всего, чего не надо даже представлять. Контролируйте себя. Я напомню о том, что Сатурн в Козероге, Лилит тут же. Берегите близких, помните о своей системе ценностей, что для вас важно. Наблюдайте за собой, познавайте свои реакции. Изучайте себя, будьте терпимы, мудры, берегите, ещё раз повторю, близких. С любовью, Ваша Настя. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.